Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня хочу поговорить с вами про мои бюджетные новинки на лето. Это свежие, акватические, сочные, фруктовые ароматы. Для меня это 100% лето во флаконе. Объединяет их одно, то что они довольно-таки доступные по цене. Поэтому, конечно, прежде всего, это видео будет интересно тем, кто присматривает себе какие-то недорогие ароматы на лето. Обязательно все ссылочки я для вас оставлю в описании под видео. Именно там, где можно приобрести и заказать данные ароматы. Это тот магазин, в котором я на 100% уверена. Потому что неоднократно делала у них заказы. Поэтому по поводу качества у меня нет никаких сомнений. И начать мне хотелось бы с аромата от бренда Marina de Bourbon. Это, в принципе, первый мой аромат вообще, в принципе, от бренда Marina de Bourbon. Называется он Crystal Royal. Здесь такой огромный объем, 100 мл. Такой красивый флакончик и красивый цвет жидкости, лазурно-голубой. Крышка довольно-таки простая, она легкая, пластиковая, незамысловатая. Но, тем не менее, с учетом его цены, в принципе, тут придраться не к чему. В плане аромата я его заказывала вслепую. У него довольно-таки интересная пирамида. Даже заявлены пряные ноты, несмотря на то, что это летний свежак. Но, тем не менее, есть вот эта изюминка пряностей. Да, для меня это свежий, в какой-то мере озоновый, акватический аромат с небольшим количеством свежих, зеленых, пряных ноток. Вот эти пряные ноты, они абсолютно здесь деликатные. Не стоит их пугаться, они звучат красиво, они звучат мягко. Плюс я в нем слышу какие-то водянистые, акватические цветы. Мне кажется, есть в пирамиде фрезии. Я его точно не помню, хотя я пирамиду смотрела, когда я только заказывала аромат. И, по-моему, там заявлены фрезии. И вот, да, есть какие-то такие именно акватические, свежие, водянистые цветы. И, что самое интересное, я в нем слышу как будто бы дыню. Хотя дыни в пирамиде не заявлены, и когда я изначально получила данный аромат, я его сразу протестировала. Я подумала, что либо в пирамиде есть какие-то фруктовые, такие водянисто-сладковатые ноты, либо есть дыня, потому что я как будто бы слышала такую абстрактную, парфюмерную дыню в аромате. И до сих пор я ее здесь слышу, потому что в нем есть вот эта сладковатая водянистая нота, и при этом в нем есть зеленая свежесть, вот как будто бы корочки дыни. Причем дыня такой не совсем спелый, немножечко даже как будто бы с зеленым бочком. Такой хрустящий именно дыня. Прекрасный аромат, прекрасная композиция на лето. Для меня это стопроцентное лето во флаконе. Я не представляю его осенью, я не представляю его зимой, потому что он потеряется. И вообще, в принципе, вдыхая его, для меня это просто лето во флаконе. Свежий, акватический, озоновый, такой свежий зелено-пряный, цветочный, и как будто бы для меня с аспектом дыни аромат. Прекрасная, интересная композиция. В нем есть какая-то такая интересная своеобразная нота. Возможно, вот эта нота за счет либо пряности, либо за счет каких-то цветов. Но мне вот что-то, да, выдает в нем аспект дыни. Но буду им пользоваться с удовольствием. Сейчас я им, кстати, тоже активно пользуюсь. Если видно, то какое-то количество у меня уменьшилось во флаконе. В плане стойкости, что могу сказать? Примерно на мне он держится 3-3,5 часа. Потом хочется обновить. То есть потом вот буквально вот так нужно уткнуться носом, чтобы аромат как-то услышать. Вообще, это парфюмерная вода. Да, это парфюмерная вода. И здесь целая соточка. Ну вот не могу сказать, что это прям-таки парфюмерная вода. По большей степени для меня он, наверное, раскрывается как туалетная вода. И в плане стойкости, и в плане звучания. И могу сказать, что я наношу на себя буквально 5-6 распылений. И меня он не душит. И супруг мне замечаний никакие не делал. Поэтому я думаю, что это такой даже в какой-то мере аромат поливашка. Можно на себя нанести побольше. И никого вы душить этим ароматом не будете. У нас очень-очень жарко. Я еще снимаю в комнате там, где нет кондиционера. Поэтому просто дышать нечем. Я сейчас на себя какой-нибудь ароматик, наверное, освежающий нанесу. Я даже знаю, какой. Дальше. Следующий парфюмер, который я хочу вам рассказать. Это тоже стопроцентное лето во флаконе для меня. И это аромат от бренда Jean Arthes. Называется он Balcon Mediterranean. У него здесь такая симпатичная очень коробка. Как будто бы картина. Обязательно ее покажу поближе на подсъеме. В плане аромата. У меня еще из этой линейки есть один аромат. Называется он Veri & Mer. И, пожалуй, вот этот красавчик мне понравился даже больше, чем тот. Потому что он как-то приближен к моему вкусу. К моим, вообще, в принципе, вкусовым парфюмерным предпочтениям. Здесь, кстати, такое крупнодисперсное распыление. Смотрите, если вам будет видно. Надеюсь, я не задохнусь. Ой, для меня это сладкий, сочный апельсин. Сладкий, сочный, взрывной апельсин, как будто бы даже с веточками, с листиками. Потому что есть какая-то зеленушка в аромате. И все это идет в мягкой цветочной окантовке. Что самое интересное, апельсин, либо какие-то сладкие цитрусы в нем не заявлены, а заявлен лимон. Но я думаю, что вот эта связка лимон плюс сахар, потому что в пирамиде есть, в принципе, нота сахара, мне и дают вот эту ассоциацию с какими-то сладкими цитрусами. Плюс есть мята. Но мяту я, откровенно говоря, здесь не слышу. По большей степени для меня мята как раз-таки в этом аромате раскрывается, как будто бы какая-то свежая зеленая нота. Вот как раз-таки, как будто бы апельсин с веточками и с листочками. Он держится на мне меньше, чем предыдущий аромат. Наверное, примерно где-то на себе я его слышу полтора, максимум два часа, потом хочется обновить. И знаете, это парфюмерная вода, кстати, но я не скажу, что это парфюмерная вода. Для меня это целиком и полностью как будто бы туалетная вода. Конечно, они немножечко в этом плане преувеличили, что это парфюм. Ни в коем случае это не парфюм, потому что в плане стойкости аромат не такой уж и стойкий. Но для кого это не важно, я знаю, что для многих не важна стойкость, потому что многие любят вообще менять несколько ароматов в течение дня. И это даже человеку доставляет какое-то удовольствие. Но вот кому если очень-очень важна стойкость, то я говорю о том, что на мне, по крайней мере именно на мне, держится максимум пока что на данный момент полтора, ну может быть два часа от силы. В общем-то мне он по звучанию очень нравится, я опять же могу им просто обливаться с ног до головы, меня он не душит, опять же супругу он не душит. В основном этим ароматом пока что я пользуюсь дома. Я его на улицу не выгуливала, но в плане поливашки просто идеально. Дальше, наверное, я хочу поговорить с вами про тот аромат, который просто меня покорил. Я сейчас им активно пользуюсь, рука к нему тянется. Это мой такой безусловный фаворит. Смотрите, сколько я уже использовала из этого флакончика. И это аромат от Shakira, называется он Dance Diamonds. Невероятно красивый флакон, силуэт девушки, вот с такой подвеской. Но, конечно, и флакон, и содержимое внутри просто на высшем уровне. Я вот этот аромат уже заказывала не вслепую, я его как-то тестировала в Magnit Cosmetic. Мне он очень понравился. И вообще, в принципе, все те ароматы, что я тестировала от Shakira, именно вот из этой линейки, вот с таким красивым флаконом силуэта девушки, мне они все понравились. Там есть и более томные вечерние композиции. По поводу вот этого. Боже мой, это такая красота. Это акватические какие-то свежие, водянистые, хрустальные, воздушные цветы. И это для меня изюминка в виде розового перца, потому что вот этот розовый перец, который немножечко щекочет носик в этом аромате, он звучит от начала до конца. Это просто, мне кажется, изюминка в этом аромате. Я вот как раз подумала, если бы не было вот этой ноты розового перца, который, кстати, здесь мягко звучит, это просто такая именно изюминка. Вот если этой нотки бы в нем не было, он был бы очень-очень простым, таким свежим цветочно-цитрусовым ароматом. Но за счет розового перца это звучит очень красиво, это звучит очень притягательно. Это, конечно же, цитрусы, это мягкие припудренные цветочные ноты, это воздушный мускус, это древесные ноты. Это так красиво, это так женственно, это так воздушно. Я просто в этот аромат влюблена. И как раз-таки у него такой нежно-нежно-голубой полупрозрачный цвет жидкости во флаконе. И как раз-таки мне кажется, вот этот цвет и вообще в принципе оформление флакона идеально передают содержимое внутри, вот это звучание аромата. Это так красиво, это так интересно. Вроде бы ничего такого, вроде бы какие-то свежие, вообще акватические, хрустальные, какие-то полупрозрачные цветы. Здесь, по-моему, есть и белые цветы, здесь есть и, мне кажется, фрезия. То есть такие именно легкие, водянистые, очень округлые, воздушные цветочные ноты. Но, мне кажется, за счет того, что идет сочетание цветочности, розового перца, цитруса, а именно здесь баргамо, то есть цитрусы здесь даже такие немножко терпко-гольковатые. За счет того, что мускус здесь такой какой-то, он очень сексуальный в какой-то мере для меня. Вот именно он как-то звучит воздушно и притягательно. И древесная база, это очень красиво. Это мой определенный фаворит. Я его, собственно, как единожды протестировала в магазине Магнит Косметик. Я его запомнила. Я даже сфотографировала этот флакон и очень рада, что у меня появился он теперь в коллекции, потому что я просто от него без ума. Кстати, это уже туалетная вода и держится на мне он великолепно. Я даже не думала, что он будет такой по стойкости, потому что на себе я его слышу отчетливо, причем слышу примерно 6 часов. И мне кажется, что просто-напросто через 6 часов я к нему как-то привыкаю. И мне уже хочется самой даже его как-то обновить, чтобы освежить вот это вот звучание прекраснейшее. Я его на ночь наносила и утром еще я слышала отчетливо на себе аромат. Скорее всего, даже по большей степени именно с одеждой, нежели чем с кожей. Но тем не менее. Ой, ну какой он красивый. Я так его люблю. Просто красота во флаконе. У него, кстати, довольно-таки тоже здесь крупно дисперсное распыление. Смотрите. Поэтому, наверное, так довольно-таки быстро у меня и заканчивается. Видно, если да? Просто вот. Ух, такое облачко. Ну вот. Но аромат волшебный. Аромат очень красивый. В нем и свежесть, конечно же, есть. Это 100% летний аромат. Мне кажется, если им пользоваться зимой, то, возможно, он тоже будет неплохо раскрываться. Мне кажется, он будет так прям хрустеть и как-то переливаться на морозе. Но, возможно, я даже его зимой попробую. Но пока что на данный момент для меня это просто освежающая такая летняя композиция. Но при этом очень-очень красиво и дорого звучащая в какой-то мере. И последний аромат. Последняя моя такая бюджетненькая новиночка от бренда Art & Nose. Это композиция номер 2. Это третий аромат у меня уже в коллекции данного бренда. И я тоже могу похвалить данный бренд. Потому что все вот эти три аромата мне безумно нравятся. Действенный такой момент. То ли им нужно постоять. Здесь уже мелкодисперсное распыление аромата. Единственный такой момент. То ли им нужно всем постоять и набраться сил, как-то окрепнуть. Потому что, опять же, здесь огромный объем. 90 миллилитров, по-моему. Да, по-моему, здесь 90 миллилитров. Вот точно не помню на коробочке. По-моему, написано. Если для кого-то это важно. Да, здесь 90 миллилитров. И коробочка вот так выглядит. В общем-то, да. То ли им нужно настояться. Но пока что на данный момент я в плане стойкости могу сказать, что это примерно 2 часа. 2 часа. Потом мне хочется обновить. Добавить этот аромат. Чтобы как-то его на себе отчетливо слышать. И им наслаждаться. По поводу вот этого красавчика. Конечно, это очень сочно. Это очень позитивно. Это фруктовый, тропический, сочный парфюм. С аспектом свежести. С аспектом легких, воздушных, опять же, нейтральных, цветочных ноток. Это так красиво. Это просто летняя тропическая история. Для тех, кто любит именно такие ароматы. Фруктовые, тропические, сочные, позитивные. С аспектом как и умеренной такой фруктовой сладости. И с аспектом умеренной свежести. То присмотритесь. Мне он чем-то напоминает аромат от Искада. По-моему, Тай Сансет он называется. Вот что-то между ними общее есть. В этом аромате есть и манго. И, по-моему, персик. И, возможно, какие-то цитрусы заявлены. Хотя я цитрусы в нем не слышу. Вот именно я в нем слышу. Да, действительно, сладкие тропические фрукты. Очень красивый парфюм. 100% конечно летний. Да и, в принципе, если его осенью-зимой носить, то он потеряется. Потому что, как я вам уже и сказала, здесь стойкость не особо какая-то очень-очень хорошая. Хотя это тоже, по-моему, парфюмерная вода. Да, это парфюмерная вода. Но для меня это все-таки по большей степени туалетная как будто бы водичка. И мне что нравится, на обратной стороне получается на флаконе есть пирамида даже аромата. Вот. Очень красиво так как-то это все выглядит. Так стильно даже в какой-то мере. Лаконичные такие флаконы. Но вот все три аромата от этого бренда мне очень нравятся. Единственное, что мне от них хотелось бы, это по большей стойкости. Чтобы хотя бы на мне там аромат держался 3-3,5 часа. Вот. Мне этого было бы достаточно. Но пока что на данный момент 1,5-2 часа максимум. И хочется обновить. Если только с собой отливант носить, потому что флакон довольно-таки большой, тяжеленький. В сумке, конечно, я такие огромные флаконы не ношу. Ну, как правило, если аромат не очень стойкий, я делаю отливант и ношу с собой в сумочке для того, чтобы его обновить. На этом у меня все. Вот такие интересные, недорогие новинки появились в моей коллекции. Напишите, пожалуйста, с какими ароматами из этих вы знакомы. Что вам нравится, что не нравится. Я, пожалуй, на себя сейчас нанесу вот этот аромат шакира. Мне так он нравится. Я вот вам говорю, я в последнее время им так активно пользуюсь. Вот так нанесем. Ой, ну красота. И причем вот этот розовый перец, он держится от начала до конца. То есть, как на старте я слышу, вот эту пикантность и шершавость розового перца, так, собственно, и в базе. Мне тоже слышится розовый перец. Очень красивая композиция. Он вроде бы и свежий, и акватический такой именно в плане цветочных нот. Но при этом вот эта изюминка в виде цитрусов, в виде мускуса, в виде розового перца, это очень красиво. Это даже в какой-то мере сексуально свежо, если можно так выразиться. Да, красота в флаконе. И флакон сам такой сексуальный, да, силуэт девушки. И по звучанию он очень красивый. В общем-то, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напоминаю, что все ссылочки будут в описании под видео. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok